Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Цетлин Виктор Ионович, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом молекулярных основ нейросигнализации Института биорганической химии имени академиков Шемякина и Овчини Коваран, профессор кафедры молекулярной биологии и биологического факультета МГУ. Область научных интересов профессора Цетлина – структурная биология. Научной работой он начал заниматься еще будучи студентом Московского института тонкохимической технологии имени Ломоносова и выполнил ряд синтезов в области фосфолипидов. Эти результаты вместе с дипломной работой были опубликованы в виде статей и привлекли внимание члена Государственной экзаменационной комиссии академика Овчинникова, который настоял на направлении молодого специалиста Цетлина в руководимый им институт, где Виктор Ионович работает по сей день. Возглавляемый Цетлином отдел занимается исследованием молекулярных механизмов, лежащих в основе нейросигнализации, а также развитием и совершенствованием методов исследования процессов нейросигнализации. Виктор Цетлин – лауреат Государственной премии СССР 1985 года и Гумбольдовской премии 1992 года. Виктор Ионович Цетлин в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте. И мы открываем новую страницу нашей программы. Сегодня мы будем говорить о соединениях, которыми эволюция снабдила одни существа и не снабдила другие. И вторые оказываются в некоторых ситуациях бессильными перед первыми. Но не такой человек, чтобы не воспользоваться этим, хотя и человеческий организм изначально не может противостоять нейротоксинам. Нейротоксины – тема сегодняшней беседы. Для того, чтобы проиллюстрировать значение этих соединений, я приведу только один пример из «Мирокоммерции», как водится. Крупные фармацевтические компании, в частности немецкая МЕРЦ, тратят сотни миллионов долларов ежегодно на разработку исследования нейротоксинов, на то, что называется R&D нейротоксинов. Это вот сам по себе факт, говорящий о многом. И, пожалуйста, от нейротоксинов к рецепторам и рецептам вам слово, Виктор Иоаннович. Спасибо, мне очень приятно быть здесь, приятно общаться с вами. Вы видите название лекции, и, наверное, медика в первую очередь привлечет сочетание этих слов – рецепторы и рецепты. Потому что все понимают, что сейчас, когда расшифрованы геномы, и одна из задач создания лекарств стали другими. Нужно найти ту молекулу, которая вовлечена тем или иным образом в заболевание. Она называется мишень, таргет. И потом уже конструировать лекарства, зная и эту молекулу, и ее взаимодействие со старыми, с новыми соединениями. Значит, в значительной степени, конечно, вот эти рецепторы и переход к рецептам, но это не очень широкая дорога пока что. Это в значительной степени, ну, есть примеры какие-то удачные, я расскажу о них. А, в общем, это будущее. Я вам буду рассказывать немножко и историю, и сегодняшний день. Это нейротоксины и рецепторы. Вот это уже прекрасно исследованная, разработанная и разрабатываемая область. Несколько вводных слов о рецепторах. Между прочим, основное, так сказать, большинство создаваемых лекарств направлено сегодня на так называемые G-белок-зависимые рецепторы. Вы видите, молекулу сверху поступает какой-то сигнал, это может быть свет, и тогда это родопсин. Это могут быть какие-то химические соединения. Они связались во внемембранной части, вызвали какие-то конформационные изменения здесь и дальше внутри мембраны. И вот эти изменения передались на самую нижнюю внутриклеточную часть. И вот здесь идет взаимодействие с G-белками. И в результате этого взаимодействия запускаются так называемые сигнальные каскады. Идет взаимодействие с ферментами, синтезируется и выбрасывается в вторичные посредники и так далее. Но мы об этом классе рецептора сегодня говорить не будем. Мы будем говорить о ионных каналах. Схематически представлено, обычно ионные каналы состоят из нескольких частей. Здесь была одна молекула, большая. Они состоят из нескольких частей, называемых субъединицами. И эти субъединицы организованы так, что между ними имеется канал. А дальше запуск сигнальных каскадов, запуск физиологических процессов происходит точно так же. Поступает сигнальная молекула, пептид или низкомолекулярные соединения. Опять конформационные превращения, в результате которых уже не нужны обязательные посредники, как G-белки. Просто открываются каналы. Идут ионы, калий, натрий, кальций. А дальше тот же кальций запускает свои многочисленные каскады. Так вот, сегодня я буду рассказывать именно об этом классе и даже более точно леганд управляемых каналах. То есть леганд какое-то соединение открывает канал. А есть каналы потенциал зависимый. Просто меняется, скажем, потенциал какой-то, и канал открывается. Ему не нужно какое-то соединение. Ну вот это несколько слов введения. Значит, замечательными инструментами исследования ионных каналов и рецепторов является пептидный белковый нейротоксин. Вот эта фраза, что они незаменимые инструменты, это уже стало типа клише. Значит, откуда берутся эти пептидные белковые нейротоксины? Из самых разнообразных организмов. Все, конечно, знают о ядовитых укусах кобры. Все, конечно, знают, что очень больно, когда кусает пчела. А дальше то же самое, неприятные встречи со скорпионами, пауками. Ну и, кстати, в морских организмах тоже имеются соответствующие ядовитые вещества. А что это такое? Это пептиды и белки. Значит, такие пептиды, скажем, 10 аминокислотных остатков, 30 остатков. Белки, когда уже более крупная молекула, 60 от 60 до 70 остатков. Пептиды, опять-таки, в пчеле довольно короткие. Но есть и исключения. Вот в пауке, в этом маленьком существе, содержится латеротоксин. Громадный токсический белок, 1400 аминокислотных остатков. Ну вот, этот слайд иллюстрирует и разнообразие организмов, производящих, синтезирующих токсины. И, конечно, разнообразие и организмов, и разнообразие вырабатываемых токсинов. Имеется несколько классов ионных каналов, на которые действуют различные токсины. Мы будем говорить главным образом об одном классе рецепторов. Никотиновые, ацетилхолиновые рецепторы. Кстати, на ацетилхолиновых рецепторах имеется два класса. Вот на эти рецепторы действует никотин и активирует их. А есть другие рецепторы, которые принадлежат классу Ж-белков. Это так называемые мускариновые рецепторы. Но они сегодня, в общем, останутся за пределами моей лекции. Но они наиболее хорошо изучены, да, я так понимаю? Да, совершенно верно. Я в последующих слайдах постараюсь показать, что вот эти нейротоксины, во-первых, хорошо изучены нейротоксины, которые действуют на никотиновые рецепторы. Да, я имела в виду вот ацетилхолиновые рецепторы. Как вы увидите дальше, это были те рецепторы, которые, ну, в общем, одними из первых были охарактеризованы. Получена была информация об их там аминокислотных, потом нуклеотидных последствиях. И вообще, я покажу дальше, что первая информация, пускай не очень высокого разрешения о том, вот как он устроен, что находится в мембране, что выступает из мембраны, она была получена именно для никотиновых рецепторов. Так что это, ну, вполне достойный объект для сегодняшней лекции. Значит, мы уже упомянули, что есть токсины, есть рецепторы, вы уже видели змею, а это электрический скат торпеда Калифорника. И, в общем, достаточно давно стало понятно, это в основном работа зарубежных ученых, что в нем содержится никотиновый рецептор. Причем здесь написана фраза, что, как показали более поздние исследования, что там очень много этих рецепторов, ну, просто высочайшее содержание, можно сказать, что скат торпеда нашпигован никотиновыми рецепторами. Почему эти два существа оказались рядом на одном и том же слайде? Потому что уже примерно 50 с небольшим лет китайские ученые выделили из яда змеи токсин. Змея называлась бунгарус мультисинктус. Это китайский эндемик какой-то? В общем, это в той части, да. И, естественно, токсин назвали альфа-бунгаротоксином. Почему это оказалось интересно? Потому что установили, что он очень прочно, с высоким сродством, связывается с никотином от силохолинового рецептора. Это оказался инструмент обнаружения, здесь есть никотин в рецепторе или нет. И дальше это оказался инструмент, который позволил впервые чисто в индивидуальном виде получить рецептор как молекулу, как таковую, потому что могли быть самые разные соображения, что является рецептором ацетилхолина. Переходим к структуре. Вот здесь вы видите пространственную структуру альфа-бунгаротоксина. Я уже сказал, это 75-74 аминокислотных остатков. Вот что значат эти голубые петли? Вы видите, здесь три петли. Вот петля раз, петля два. Это немножко хуже видна. Это трехпетельные токсины. И поэтому в английской литературе термин three-finger toxins. Что характерно? Это голубая лента означает бета-структуру. Это определенный элемент вторичной структуры белков. Вот красным здесь показаны десульфидные связи. Четыре десульфидные связи здесь, и в длинных токсинах вот еще одна здесь. В чем смысл этих десульфидных связей? Они делают структуру чрезвычайно стабильной. Это очень устойчивая молекула. Дальше надо сказать, что в яде змей, кстати, много различных видов змей, и различные виды содержания ядов у них отличаются. В одних больше одного типа токсина, в других больше другого, или почти вообще их меньше. И вот в яде змей много белков, которые имеют тот же тип пространственной структуры. Вот это так называемый длинный нейротоксин. А вот есть более короткие, тоже действуют на никотиновые рецепторы. Но есть и белки, которые имеют тот же тип структуры, но мишень их действия совершенно иная. Вот, скажем, вот этот токсин фастикулин, он действует на ацетилхолиностеразу. Другая мишень, не рецепторы. Тип структуры тот же самый. А вот токсин гамма, который не имеет какой-то характерной мишени, а просто разрушает любые мембранные структуры. Они называются цитотоксины. Ну, здесь показано, что я расскажу дальше более подробно, что вот такие необычные вещи могут быть. Два мономерных токсина объединились в другой, и у него другой тип активности. И вот обратите внимание еще на эту маленькую молекулу. Видите, тоже трехпетельная укладка. Я коснусь этих белков в самом конце лекции. Это вовсе не из ядов. Это молекулы, присутствующие в нашем организме. Структурно они принадлежат так называемый класс LY6 белков. Их самые разные функции. И часть этих белков регулирует функцию наших никотиновых рецепторов. То есть их называют эндогенные модуляторы активности никотиновых рецепторов. Но, тем не менее, опосредованно они имеют отношение к никотиновым рецепторам. Я скажу, это мои последние рисунки будут. Они имеют самое прямое отношение. Они связываются с никотиновым рецептором. Это раз. А совсем недавние работы показали, что другая их функция. Они, скажем, помогают сборке определенных никотиновых рецепторов. А на сборку других не влияют. Я очень рад этому вопросу. Не буду отвлекать. Нет, это очень удобно. Я рад, что этот вопрос возник именно сейчас, когда мы стали говорить о токсинах. Поэтому токсины, мы их используем как нечто взятое извне. А это наши эндогенные, скажем, псевдотоксины. Значит, я сказал, что токсины – это довольно старая история. И вот недавно отмечалось 50-летие открытия бунгара токсина. Но не надо думать, что это библиотека. Ну, конечно, все это старые рукописи. Нет, 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 работа продолжается. Вот, например, совсем недавно французские ученые выделили трехпетельный токсин. Очень похоже на то, что вы видели. А мишенью его является уже не никотиновый рецептор, а вот здесь такое сокращение, асик – это кислоточувствительные ионные каналы. Почему это очень интересно? Мы видим, что вот ток в этом канале, индуцируемый приложением протона, не леганда, а протона, канал активируется просто закислением среды. Ну, вот мы приложили токсин, тока нету. Почему это хорошо? Почему это нейча? Почему это разрабатывается дальше? А потому что, как только мы заблокировали этот канал, мы выключили один из рецепторов, который проводит боль. То есть это прообраз, может быть, фрагменты его, может быть, что-то еще для синтеза новых анальгетиков. Так что, мне кажется, я стараюсь вас убедить, что токсин – это не только вчерашний день, но это очень интересно и сегодня. Значит, я не буду очень останавливаться. Значит, исследования токсинов, конечно, это современные исследования. Вы видите, несколько лет назад расшифрован полный геном кобры. Я не буду останавливаться. Сегодня мы… Раньше было очень трудно. Ты хочешь новый токсин, найди змею, которую до тебя еще не исследовали. Никто не видел, да. Напрягись и рискуй жизнью, выдели оттуда токсин, установи его в первичную структуру теми методами, которые имелись тогда с не очень хорошей масс-спектрометрией, бешеные усилия. Сейчас все стало просто. Расшифрован геном, смотрят на секвенсы, говорят, ага, вот это очень похоже на такой токсин. Это, наверное, новый токсин. Наверное, надо его синтезировать. Анализируется транскрипция, и я покажу, мы этим тоже заняты. Конечно, расшифровка генома не отменила вот эти традиционные исследования ядов как таковых. Это так называемые протеомные методы анализа. Современная масс-спектрометрия дает возможность работать с ничтожными количествами, и новые токсины появляются. Так что, вот некая иллюстрация этого. Значит, ну, коль скоро я... Главная тема сегодня никотиновый рецептор, хочется сказать несколько слов. Вот я очень показываю эту картинку 79-го года. Вот в то время мы выделяли токсины, мы были, в общем, одним из первых, которые научились в определенном участке токсина вводить метки флуоресцентные, радиоактивные, спиновые. И это была первая работа, где мы посмотрели, как токсин связывается с никотиновым рецептором из органа торпеда. Ну, и смогли сказать, что вот действительно, вот такие-то, такие-то участки контактируют с рецептором, а такой-то, скажем, нет. Это была первая работа, в общем, мы рады и гордимся ей. Но обратите внимание, как мы здесь нарисовали рецепторы. Какое-то яйцо, не более того. Потому что тогда не было никакой информации, сколько там субедниц. Это ничего не было ни клонировано, ни секвенировано. Пришлось нарисовать вот так. У меня нет времени рассказывать о всем прогрессе с тех пор. И вот конец прошлого века, это из очень хорошего обзора Артур Карлин, один из корифеев в этой области. Вы видите, точно знаем, что в рецепторе 5 субедниц, мышечный рецептор. Вот они обозначаются альфа, бета, гамма и так далее. Известно примерно, что большая часть выступает из мембраны. Здесь связываются леганды, ацетилхолин, токсины и так далее. И имеется внутримолекулярная часть. И я не знаю, это совершенно гениальный криоэлектронный микроскопист Найджел Аннамин в Англии. Это, по-моему, лет 20 он положил на то, чтобы стала более-менее такая картина ясна. Но не факт, что он дошел бы до высокого разрешения, как ему удалось сделать в 2005 году. Видите, вот уже видно строение каждой субедницы. В ней вот 4 трансмембранных фрагмента, вот эта часть вот здесь и так далее. Я вам расскажу об одном белке, который фантастически хорошо имитирует верхнюю часть рецептора, который водорастворим, который был закристаллизован. И именно тот белок, координаты того белка дали возможность увидеть разрешение, усилить разрешение. Здесь 4 анксерема, то есть это уже видна реальная молекула. Вот видите, исследования токсинов и рецепторов требуют больших усилий от ученых разных классов чистых белоковиков, чистых масс-спектрометристов и так далее. Ну вот общий тип рецептора, вы его видите. Ну а теперь это рецепторы мышечные. Но исследования никотиновых рецепторов не были бы настолько интересны, если сегодня мы бы уже не знали, что они не только в электрическом органе ската, они в наших мышцах, они в нашем мозге, они на клетках нашей иммунной системы. И, соответственно, есть структурное разнообразие никотиновых рецепторов. Есть мышечные, вот указано, из каких субедниц они состоят. И есть большой класс нейрональных мозговых рецепторов. Они состоят из субедниц двух типов, так называемого альфа, вот они здесь красным цветом показаны, и несколько типов бета-субедниц. И возможны, и уже доказаны их существования, разные комбинации субедниц. Вот, скажем, альфа-четвертый субедниц и бета-2. Альфа-четвертый красный и красный, бета-2 зеленым. И уже установлено, очень надежно, в разных лабораториях, что ацетилхолин или токсины, которые активируют рецепторы, или которые ингибируют его, всегда связываются в областях контакта альфа-субедниц с соседями. Вы видите, здесь два контакта. Вот кружочком обозначен контакт. Но, опять-таки, и в мозге, и в иммунной системе есть рецепторы, которые построены из идентичных альфа-субедниц, так называемая альфа-седьмая. И вы видите, сразу же другая может быть активность. Здесь пять леган-связывающих участков, пять молекул токсина могут съесть, пять молекул ацетилхолина и так далее. И вот это структурное разнообразие, оно и объясняет, почему различные никотиновые рецепторы в разных частях нашего организма ведут себя по-разному. Вот посмотрите. Вот для этого рецептора, кстати, эти два типа рецепторов... Комбинаторные возможности большие. Я вам нарисовал здесь только несколько комбинаций. Конечно, они громадные. Но, понимаете, это контакт разных субедниц, бета и альфа. Здесь одни остатки, здесь другие. Здесь контакт альфа и альфа, здесь уже структурное разнообразие в участке связи. Результат виден мгновенно. Вот здесь родство к никотину высочайшее, 6 наномолий, а здесь намного меньше. И поэтому, скажем, для курильщиков, скажем, в первую очередь активируются вот эти рецепторы. И уйма мутаций, которые могут быть причиной предрасположения к развитию никотиновой зависимости, они уже идентифицированы в некоторых типах рецепторов. Фантастическое разнообразие. Вы видите, я написал в кавычках, не нейрональные. Рецепторы, которые устроены абсолютно так же, в частности альфа-седьмой, присутствуют в иммунной системе, присутствуют в легких. И я дальше покажу, что вот с чем может быть связано, что хорошего и что плохого в этом присутствии рецепторов по всему нашему с вами организму. Значит, чуть более подробно о структуре никотиновых рецепторов, когда появились и криоэлектронно-микроскопические структуры, и появились сейчас кристаллические структуры. Ну, хочется их показать и показать все детали. Вот еще раз. Вот в области контакта субединиц связываются и ацетилхолин, который должен активировать рецептор, и токсины. Кстати, здесь и еще где-то связываются эндогенные белки нашего организма, которые имеют ту же пространственную структуру, что и никотиновый рецептор. Значит, никотиновый рецептор, он принадлежит классу катионных возбуждающих каналов. То есть, прошел ток, все возбуждается. А я покажу дальше, что есть рецепторы абсолютно такого же строения, они, так сказать, тормозят, и мы в нормальном, спокойном состоянии. Значит, наверное, нелегко включиться в такую картинку, но я вам здесь слова объясняю, что вот две субединицы контактируют. Вот эта передняя субединица и задняя субединица. И вот в области контакта этих субединиц и связываются ацетилхолин, токсины и так далее. И вот всякие активные участки в каждой субединице уже идентифицированы. Там мутагенез, электрофизиология и так далее, и так далее. То есть, на сегодняшний день есть ясное представление того, где связывается ацетилхолин, что представляет себя вот этот участок связания. То есть, фактически, это половина задачи. Если ты знаешь участок связания в своей молекулы, начни конструировать лекарства. Ты знаешь, куда они должны попасть. Ты знаешь, какие взаимодействия должны быть удовлетворены. Ну, я показывал в основном сейчас строение никотинных рецепторов. Конечно, уместно будет сказать о том, какие функции они выполняют и какие патологии связаны с тем, что что-то неправильное происходит в работе никотинных рецепторов. Вот этот слайд со скульптуры Родена иллюстрирует, что никотинные рецепторы имеются практически везде в нашем организме. То есть, мы уже говорили, что есть мышечные никотинные рецепторы, поэтому мышечные сокращения без них не обходятся. А дальше процессы осознания, запоминания, четко установлены роль нейрональных никотиновых рецепторов. То есть, диапазон их активности громадный. Почему и как они участвуют? В чем, собственно, проявляется их вовлеченность в то иное или функцию? А вот несколько примеров. Нейрональные никотиновые рецепторы регулируют выброс самых разных нейротрансмиттеров. Того же дофамина. И дальше не надо прослеживать всю цепочку, сколько всего связано с появлением дополнительных количеств дофамина. Дальше. Никотиновые рецепторы, так же, как и ряд других рецепторов, там, ванилоидные рецепторы, опиатные рецепторы, участвуют в проведении болевых сигналов. Поэтому, скажем, понятно, что надо синтезировать такие анальгетики, для которых мишенью будут никотиновые рецепторы. Дальше показано, что почему люди курят или так далее. А есть нейропротекторная функция у никотина. Есть, конечно, куча жутчайших эффектов. Конечно, но на какое-то время идет нейропротекторная функция. Да, никотиновые рецепторы, которые находятся на клетках иммунной системы, регуляция идет иммунного ответа, подавляется, в частности, выброс одного из цитокинов и предотвращается чрезмерно сильный иммунологический ответ. Ну и никотиновые рецепторы на легких, при раке легких имеет смысл найти соединения, которые будут подавлять их активность. Никотиновые рецепторы болезни. Конечно, это заслужило бы отдельных лекций. Но сейчас миостыни, мышечные проблемы, которые связаны, там два, собственно, механизма. Это выработка в организме антител против никотиновых рецепторов мышечных, так, или же мутации в мышечных рецепторах, которые влияют на работу канала и называются каналопатии. Показана роль некоторых, в частности, альфа-4 и бета-2 рецепторов в эпилепсии. Конечно, не расшифрованы все механизмы шизофрении, но очень высока встречаемость нарушения содержания альфа-7 никотинового рецептора. Понятно, что в болезнях и Паркинсона, и болезнях Альцгеймера, конечно, очень много игроков, но никотиновые рецепторы тоже увлечены, потому что одной из первых страдает холиэнергическая система. Поэтому часть лекарств, в общем, планируется как, скажем, повышение функции еще оставшихся никотиновых рецепторов. Ну, и, конечно, главная роль никотиновых рецепторов – никотиновая зависимость. Здесь они самые первые номера. В заглавии лекции были слова «рецепторы» и «рецепты». Конечно, надо сказать, что не очень много еще создано лекарств из таких серьезных фундаментальных исследований, но некоторые следует отметить. Вот давно известные ингибиторы от стилхолиностеразы – донапезил, токрин и галантамин – оказалось, что они действуют и на определенные нейрональные рецепторы, на альфа-7-й подтип. Они являются аластерическими модуляторами. Он сам не может активировать никотиновый рецептор, но в его присутствии имеющийся никотиновый рецептор работает получше. Значит, поэтому галантамин на каких-то начальных этапах используется как лекарство, поддержание определенной формы, конечно, не излечивание болезни Альцгеймера. Ну и вот пример, когда исследовались низкомолекулярные соединения, исследовалась их активность в отношении различных подтипов никотиновых рецепторов. Потому что бывает так, одно соединение, скажем, определенный подтип никотиновых рецепторов заингибирует, а другой подтип сделает более активным. Вот это соединение, варениклин, частичный агонист вот этих альфа-4-бета-2 рецепторов, он уже является лекарственным препаратом под названием варениклин, чантикс, ну и, говорят, помогает избавиться от привычки курения. Я не буду говорить, какие там, возможно, побочные действия, но, наверное, они тоже есть, конечно. Ну вот, я уже упоминал, что никотиновые рецепторы являются активирующими. Другой тип рецептора, который активирующий, это определенный подтип серотониновых рецепторов. Почему здесь появились слова «семейство» циспетельных рецепторов? Откуда эта терминология? Значит, эта картина показывает, что во всех никотиновых рецепторах и других рецепторов этого же семейства есть вот эта десульфидная связь. Не вот эта, которая присутствует только в альфа-субединице, а вот эта. Все они ее содержат. Отсюда и название циспетельные рецепторы. И выяснилось, что она хороша не только для названия, но она очень важна. Вот еще раз крупный план одной субединицы никотинового рецептора. Это часть леганд-связывающего домена. Сюда придет ацетилхолин, сюда придут токсины. А вот здесь эта петля, видите? Эта петля находится на границе между леганд-связывающим доменом и внутримембранной частью. И вот я уже упоминал, что когда приходит ацетилхолин, пошли какие-то конформационные изменения. Сейчас уже есть информация, какие конкретно, как они передаются. И в итоге конформационные изменения достигают и вот этой циспетли, которая как бы является связующим звеном между участком связанных легандов и трансмембранным фрагментом. Это очень важная, так сказать, часть активного пути к открытию канала. Так вот, кто принадлежит к этому семейству циспетельных рецепторов? Мы сказали о никотиновых, сказали о серотониновых. Важнейшие для нашего организма глициновые рецепторы. Здесь написано ионотропные рецепторы гамма-аминомастной кислоты, потому что есть еще не ионотропные, а те, которые работают как жебелок-зависимые рецепторы. И это все ингибирующие рецепторы. И вот где-то лет 6 назад были открыты бактериальные легандоуправляемые каналы, которые, глядя на их гены, казалось, что они должны быть похожи на никотиновый рецептор. Ну и позднее был еще открыт переходный такой рецептор из червя. То есть, здесь мы имеем, скажем, лекопитающих, здесь бактериальные, а это червь, то есть мы уже поближе сюда. То есть, это очень интересный, очень важный класс рецепторов. И, конечно, каждый из них, ну, достоин своей отдельной лекции, истории, если мы будем говорить о каких-то конкретных заболеваниях. То есть, если мы говорим о психических заболеваниях, о, скажем, проблемах расстройства сна и так далее, конечно, это в первую очередь гамма-рецепторы. Ну вот еще раз, я сказал, что токсины – это и история, и сегодняшний день. Вот еще раз напоминаю, вот 1981 год уже более-менее известна структура, то есть, ну, общий вид молекулы известен. Вот Найджеланвин, который через, ну, почти там сколько, почти через 20 лет или там 10 с чем-то уже увидел канал в этом рецепторе. А вот белок, который я упомяну, это открыт голландскими исследователями, это просто верхняя часть рецептора. Он водорастворимый, его закристаллизовали. Получили структуру, и, как я уже говорил, эти координаты помогли Анвину отсюда перейти сюда, и вы видите колоссальную разницу. А это мы должны быть благодарны бактериальным рецепторам, потому что, в отличие от никотиновых рецепторов, у них нет вот этой большой части, которая неупорядоченная и которая мешает кристаллизации. У них вот чуть-чуть и все, и их удалось закристаллизовать. Это были мучительные усилия с криоэлектронной микроскопией. Кстати, сегодня она уже обгоняет рентгеноструктурный анализ. А это было сделано быстро. Разрешение триангстрема. Вот видите, вот сразу два бактериальных канала, все увидели, и, к счастью, оказалось, видите, и этот белок, абсолютно идентичная модель, видите, как похожий домен истинного рецептора и его модели. И Найджел Анвин тоже не ошибся. То есть, видите, и вот еще раз расширяю эту картинку, которую я вам уже показал. Очень напряженно идет работа с этими рецепторами. Видите, буквально два года назад был установлен региеноструктурный анализ крысиного серотониного рецептора. Это уже очень близко к нам. Это очень близко к нам. А это вообще просто наша. Это была установлена структура определенного подтипа габа-рецептора. Какая красота. И вот здесь, у меня на этом слайде не уместилось, и в сентябре этого года установлена кристаллическая структура альфа-4-бета-2 никотиного рецептора. Это бешено развивающаяся область. Вот поэтому, понимаете, если мы хорошо знаем строение функций токсинов, и хорошо мы знаем строение функций рецепторов, открываются богатейшие возможности для понимания механизма действия этих рецепторов, ну и будем надеяться для перехода от рецепторов к рецептам. Что еще интересно? Вот мы уже слово лекарство, мы как-то не можем уйти от него в сегодняшней лекции. Значит, установлены уже не только структуры рецепторов как таковых, а вот, скажем, установлен рентгенно-структурный анализ комплекса бактериального рецептора вместе с местными анестетиками. Видите, вот здесь зелененьким. Вот здесь местный анестетик не садится сюда, куда приходит, скажем, ацетилхолин или токсин, он идет прямо в мембрану. То есть, грубо говоря, уже есть кристаллические структуры рецепторов в комплексе с лекарствами. Ну, этим слайдом я возвращаюсь фактически почти что к первым картинкам, когда я говорил, какие есть токсины. Да, об источниках. Да, об источниках. Природных источников. Да, природных источников. Ну и, в общем, моя лекция, наверное, не совсем объективная, потому что я вот очень подробно рассказывал о нейротоксинах из яда змей, поскольку мы с ними давно и достаточно успешно работаем. И мы также очень давно и тоже, ну, не без успеха, скажем, работаем с альфа-конотоксинами. Значит, вы видите здесь эти ядовитые морские моллюски, очень красивые. И вот эта группа взаимодействует с никотиновыми рецепторами. В чем ценность и преимущество вот этих жутко ядовитых моллюсков? Вы знаете, видов этих моллюсков между 800-1000, может быть, больше. Яд каждого из них, а многие уже проанализированы, содержит 100-200 или больше пептидов. Поэтому здесь совершенно справедливо название – это комбинаторные библиотеки пептидов. Комбинаторными библиотеками сегодня никого не удивишь. Что делается? Вот за сотни лет химики насинтезировали кучу и навыделяли кучу соединений, а вас интересует никотиновый рецептор. И можно просто весь этот миллион на автоматах, на роботах прогнать. Вдруг кто-то из них, что-то из этих соединений будет работать с своим рецептором. Это бешеная работа и шансы не очень большие. Здесь комбинаторная библиотека непростая, потому что они не просто так от ничего дела синтезировали эти пептиды. Им нужно было обеспечить все существование. И эти пептиды действуют на рецепторы и ионные каналы, в первую очередь, нервной системы. То есть биологи, медики, химики получают комбинаторную библиотеку того, что им нужно, с очень высоким разнообразием. Я некоторые вещи здесь проиллюстрирую. Я опять приношу извинения перед медиками, что уже показываю не пространственную структуру, а первичную. Здесь важно что? Что конотоксины – это не очень большие молекулы, эти 12 остатков, ну максимум где-то 30. Чаще всего так. Они содержат много остатков цистеина. Вы видите, это остатки цистеина, и, соответственно, они содержат 2 или 3 десульфидные связи, которые будут стабилизировать их структуру. Я вам говорил об этом, когда показал структуру альфа-бунгаротоксина. 5 десульфидных связей на 70 остатков, а здесь, может быть, 3 десульфидные связи на 30. Это достаточно жесткие молекулы. Еще хочется привлечь ваше внимание к этим буквам. Ну что, все со словом конотоксин, а буквы разные. Почему? Вот эти три группы имеют разное обозначение, но содержат, скажем, альфа, альфа, здесь еще лямбда. У них одна и та же мишень никотинового рецептора, но действует немножко по-разному. А у других конотоксинов другие мишени, в частности, вот омега-конотоксины, они блокируют кальциевые каналы. Но я не буду сейчас останавливаться на всех остальных. То есть видно уже, что разнообразие конотоксинов, способных помочь исследователям в изучении того или иного типа рецепторов. Скажем, вот мю-конотоксины, они действуют на натриевые каналы. А натриевые каналы – это не леганду управляемый, это потенциалозависимые каналы. То есть разнообразие охватываемых мишеней чрезвычайно высоко, если ты имеешь хороший набор конотоксинов. Хорошую библиотеку. Хорошую, правильную библиотеку. Ну и вот это как раз тот случай, что один из конотоксинов, уже примерно лет 8 назад, может чуть больше, блокатор кальциевых каналов такого-то типа, омега-конотоксин М7А, это фиктивный анальгетер. Торговое название такое-то и такое-то. Значит, он разрешен в использовании и в Америке, и в Европе. Но это не тот продукт, что у тебя заболела голова, ты пришел в аптеку и купил. Нет, это введение в спинной мозг, это, конечно, онкологические больные. Действует он сильнее морфина, но не вызывает зависимости. Что еще здесь интересно, конечно, когда исследователи выделяют конотоксину, ну давайте сделаем попроще или модифицируем, чтобы он лучше действовал. Американские ученые перепробовали массу вариаций этой структуры, но в итоге лекарством стал тот исходный конотоксин, который был выделен из яда, без каких-либо модификаций. Ну, в общем, это, конечно, сильный пример, и он показывает, что вот работа с такими токсинами, но она, это нелегко, не очень часто, но она может дать новое лекарство. Значит, нельзя сказать, что я совсем резко меняю тему. Я уже упоминал о том, что модели нам помогают. Вот упомянул о водорастворимой ацетилхолиносвязывающей белок. И я сейчас покажу, что эти модели помогают и в научных исследованиях, и, в общем-то, они тоже помогают найти новые пути к лекарствам. Вот я уже говорил об этом ацетилхолиносвязывающем белке, который, вот. И что хочу отметить здесь, не буду останавливаться на деталях его работы, в самом пресноводном моллюске. А интересно следующее, что когда этот белок открыли, выделить его в чистом виде удалось с использованием бунгаротоксина. Бунгаротоксин был прикреплен к афинной колонке, пропустили то, что нужно, в чистом виде. То есть уже токсины уже и здесь, видите, 2000 год, токсины помогли. А у меня возник вопрос, потому что не было известно, взаимодействовали этот белок с конотоксинами. А мы конотоксином занимаемся давно. И вот здесь просто слайд суммирует то, что делается у нас в отделе. Мы работаем с нейротоксинами двух классов, альфанейротоксины, альфа-конотоксины. И объектами исследований являются и никотиновые рецепторы, и другие рецепторы, я покажу. Ну и сам ацетолхолинствующий белок, модель, который очень удобен для работы. Ну и вот я уже упомянул, что не было известно, взаимодействуют ли эти белки с конотоксинами. Мы сконтактировали с голландскими исследователями, открывшими этот белок, и синтезировали большую серию конотоксинов с природными, пока нам не удавалось добиться хорошего связа. Но все-таки мы одно соединение нашли, и структура была установлена. Здесь вы видите, я уже упоминал, что соединения и ацетолхолины, и токсины, они связываются в областях контакта двух субъединиц. Видите, здесь темно-синем одна субъединица, голубым другая. Это схематически представлена структура конотоксина. И поверьте мне, что здесь половина выступает, а половина молекул не видна, она там. То есть он проник в этот ацетолхолинсвязочный белок. И сравнение с его пространственной структурой, когда этот конотоксин в свободном виде, по данным ядерного резонанса, кристаллографии, ну мало что изменилось для того, чтобы он связался. То есть он связался как некая жесткая молекула. Но эта работа была уже более 10 лет назад опубликована, но он изменил кое-что в молекуле ацетолхолинсвязывающего белка. В частности, примерно в то же время было установлено, что когда связывается никотин, активирующий рецепторы, связывается с ацетолхолинсвязывающим белком, вот эта петля, в которой находится значительное число функционально важных остатков, она вокруг никотина, она его обнимает и движется вот так вот к центру. А когда мы установили структуру с конотоксином, эффект конотоксина, не активирующего рецептора, как никотин, а блокирующего, абсолютно противоположен. Петля должна отойти вот так вот, где-то порядка 10 ангстрем. Ну, здесь в лекциях несколько вопросов, которые я не берусь сразу на них ответить. Насколько хороша модель, можно ли использовать координаты кристаллического комплекса СХБП для моделирования пространственной структуры комплексов. Модель хороша, но нужно работать настолько, что появилась статья совместно с китайскими авторами, установили еще рентгеноструктурный анализ другого конотоксина с определенным соцетолхолинсвязывающим белком и пытались перенести эту информацию на реальный рецептор. Не так все просто. То есть можно с помощью этой структуры более точно сформулировать, что важно в ацетолхолинсвязывающем белке, для того, чтобы он связал вот этот, а не другой токсин. Но переход к рецепторам не очень прост. Опять-таки в нашем институте есть очень умные компьютерные моделеры, моделисты. Модельеры. Да. Которые предложили новый метод, мы им используем. Тоже недавно опубликовали работу, что нужны действительно новые методы перехода от модели к рецепторам. Но опять-таки это не мне. Это нужно пригласить этих замечательных модельеров, и они более подробно об этом расскажут. Как еще нейротоксины могут помочь в исследовании рецепторов? Ну, по-разному, и они продолжают помогать нам. Значит, здесь есть фундаментальная проблема. Токсины помогают, поскольку мы выходим на пространственные структуры, понять принципы легандо-рецепторного узнавания. Но есть и практические задачи. Вот одна из них. Нужно сравнить, что делается с тем или другим подтипом рецептора, когда есть патология, скажем, нужно определить уровень рецептора в норме и, скажем, при болезни Альцгеймера. И здесь помогают меченые производные токсины. Я просто покажу одну картинку, она, может, не очень новая, но неважно. Значит, показано, впервые показано надежное присутствие именно этого альфа-седьмого никотинного рецептора в спинальном ганглии мыши. Здесь ничего особенного. Это флуоресцентно-производный бунгаротоксин, продающийся разными фирмами. Но мы удачно модифицировали методику. Вы видите, что зеленым – это окрашивание этих самых никотиновых рецепторов. Если мы этот срез до того, до внесения флуоресцентного токсина, обработали холодным токсином, без меток, никакого окрашивания не будет. Ну и то, что современно должно быть обязательно сделано. Мы взяли ткани от мышей нокаутных по альфа-седьмому рецептору, и здесь тоже окрашивания нет. То есть это действительно надежное доказательство. И здесь хочу коротко отметить, что для таких случаев практически все продающиеся антитела против определенных подтипов никотиновых рецепторов – это не очень хорошо. Идет перекрывание. Это и другие исследователи показали, и мы подтвердили. То есть, в общем, я могу уверенно сказать, что флуоресцентные производные нейротоксинов помогают более надежно сравнить уровни рецепторов в норме и при патологиях. Ну, я сказал о том, что есть хорошо известные старые токсины. Мы пытаемся найти новые токсины. Это так называемые, я упоминал, притомные исследования, когда проводится детальнейшее исследование яда змей. И я рад, что мы сотрудничаем с очень хорошо известным герпитологом Старковым. На многих фильмах вы, наверное, его уже видели. Вот здесь не очень хорошо видно. Это профессор Уткин, от него видна только шляпа здесь. И Старков. Это они во Вьетнаме. Довольно редкая змея. Они впервые получили из нее яд. И дальше я рассказываю, что это получилось. Ну, а здесь это уже в Москве, по-моему, у нас снято. А это крупным планом кобра, когда проходила дойка. Потому что мы очень много работаем с токсинами кобра. Их смелостью и аккуратностью. Да, он смелый, аккуратный. Он прекрасно знает биологию. И я рад, что он соавтор наших статей. А вот что, собственно, получается. Что это не просто поездка во Вьетнам. Это была статья JBC несколько лет назад. Выделили линейный пептид из яда этой гадюки. И он говорит, ну что интересно, подумаешь, линейный пептид, сколько их было. Но мы увидели, что он блокирует никотиновый рецептор мышечный. Но он не содержит ни одной десульфидной связи. Я вам напомню. В нейротоксинах змеи 5, в конотоксинах 2-3. А здесь нет связи. И сразу это колоссальное преимущество. Потому что, во-первых, его гораздо легче синтезировать. И можно думать о разработке лекарств. И более того, мы нашли здесь, провели скрининг. И увидели, что можно выйти на более короткий фрагмент. И, в общем, сейчас у нас имеется грант. Мы проводим доклинические исследования его миорелаксантной активности. Но могу еще отметить, может быть, это в лекцию включать не надо. Но мы вышли на очень короткий фрагмент, который проявляет миорелаксантную активность. И, в общем, является очень неплохим кремом против морщин. На это тоже были получены... Ну, это то, на чем компания Мерц, которую я упомянула. Да, да, да. Ботокс делает бизнес. Да, совершенно верно. И он, в общем, конечно, имеет... У него другой механизм действия, чем у ботокса. Ботокса, да. Он гораздо, так сказать, проще для введения. В общем, довольно хорошо. Да, и нам, что ценно, что вот опять-таки, от такого большого пептида удалось при длительном сканировании выйти вообще на пятичленный пептид, который элементарно просто синтезировать. Ну, и еще в протеомных исследованиях мы выходим на совершенно новые токсины. Вот я уже говорил, там, бунгара токсин, альфа-кобра токсин. Видите, вот трехпетельную структуру, вы узнаете. В яде кобры на Акаоте, ну, громадное количество токсин, 10% от веса яда. Очень много. Его легко получить, легко работать с ним. А вот другой токсин, где фактически димер, видите, нет никаких ковалентных связей, но и он выходит как димер, и по рентгену он димер, и все. А его содержание 0,1%. Но поскольку у нас появились новые методы и хроматографии, и масс-поктриметрии, мы недавно вышли вот на такой компонент, его содержание 0,01%. И что он из себя представляет димер альфа-кобра токсина с двумя внутримолекулярными десульфидными связями? Это интересно или нет? Да, интересно. Потому что просто кобра токсин блокирует альфа-7 и мышечные рецепторы. Вот такой димер на мышечные не действуют, блокирует только нейрональные вот этого типа. А вот в этом токсине, когда кобра токсин димеризовался через эти связи, у него появилась способность блокировать этот рецепт. То есть мы вышли на токсин с иным типом специфичности. Честно скажу, что я долго показывал этот слайд со знаком вопроса, потому что количество соединений ничтожные, и локализовать позицию десульфидных связей нам не удалось. Подвидеть, эта работа была 2008 года, а вот в содружестве с голландскими кристаллографами появилась работа 2012 года. Все-таки удалось нам закристаллизовать его. И, во-первых, мы установили положение десульфидных связей, которые образуют вот они здесь, димер вот этот. Ну и мы еще были очень довольны, что вышли на совершенно новый тип пространственной структуры. Если мы вернемся назад, вы видите здесь две молекулы, вот это центральные петли, ориентированы в противоположных направлениях. А мы вышли на совершенно другой тип структуры. Значит, вы помните, я в самом начале лекции показал рецептор в виде яйца, показал первые точки, которые мы нашли, как токсин на него садится. 79-й год. 79-й год, да. Вот видите, здесь года 2005, 2013, 2014. Сейчас, конечно, о том, как токсины садятся на рецепторы, известно намного больше. Правда, я подчеркну, что нет еще структуры полноразмерного никотинного рецептора, сидящего на нем. Сидящего, вот я хотела спросить. Нету, пока нету. Что есть? Есть эта фантастическая модель ацетилхолинсвязывающего белка, на которой, поскольку пять идентичных субединиц, как в нашем альфа-седьмом никотинном рецепторе, здесь сидит пять молекул токсина. Это вид сверху, вид сбоку. Были еще попытки понять, как нейротоксин взаимодействует с настоящим рецептором. В те годы, я вам упомянул, что только в этом году удалось, так сказать, получить рецептор альфа-4 и бета-2 в виде, годящемся для кристаллизации и так далее. А раньше работали с мышечным рецептором. Его много, очень много его в электрическом органе, но он кошмарно трудный для кристаллизации, что удалось, закристаллизовали его верхнюю часть, легансвязывающий домен, в комплексе с токсином. Хотя, конечно, тоже не есть истинное связание. Видите, истинное связание должно быть на границе между субедницами. Но, в общем, оказалось, что он сидит похожим образом, как и здесь. То есть, это тоже неплохая модель, хотя это мономер. Истинный рецептор пять субедниц, а здесь эта верхушка была получена только в виде мономера. Значит, сходная работа была недавно сделана. Уже это, я, правда, не успел нарисовать это здесь. Это не верхняя часть не мышечного рецептора, а очень важного нейронального рецептора альфа-9, который рассматривается как мишень для анальгетиков. И вот мои греческие друзья, и среди них еще мой французский друг, французско-русский друг Петр Брежисовский из Марселя, они установили кристаллическую структуру куска домена альфа-9 рецептора. И вот недавняя работа, где люди пытаются найти компромисс между вот этим и вот этим. Взяли ацетилхолинский разочный пинок. И 70% остатков в нем мутациями заменили на остатки альфа-7 рецептора. То есть, это уже химера. То есть, вот эта верхняя часть в нем, ну, почти родная, почти истинная альфа-7 рецептора. И вот эти установили кристаллическую структуру. И опять-таки, вы видите, что связание токсина не очень чувствительная процедура. Он и этим может связаться, и с куском может связаться, и все. То есть, вообще говоря, это такой, ну, очень хороший инструмент. Не очень капризный. Это же хорошо. Это хорошо. Понимаете? И еще, кстати, когда делают модели рецепторов, экспрессия, там, очень трудно добиться, чтобы сделать такую модель, чтобы связался ацетилхолин. Но если в нем есть какие-то элементы, в этой модели, элементы, связанные с нейротоксином, он свяжется и даст возможность проследить за этой молекулой, идентифицировать и так далее. И вот это уже заключительная, очень короткая часть моего доклада. Трехпетельные нетоксичные токсины эндогенно-модуляторы функциональной активности никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. То, что есть в нашем организме. То, что есть в нашем организме. О чем идет речь? Вот эта работа американских исследований Рокфеллерского университета, опубликованная в 99-м году, они нашли ген в мозге крысы, который должен был бы кодировать белок, похожий на нейротоксины. Правда, там одна особенность. Здесь это не показано. Этот ген имеет еще фрагмент, так называемый якорь, и соответствующий белок должен быть заякорен, прикреплен к мембране. Но позднее стало известно, или прямо в то же время, что в нашем организме есть белки, которые действительно как токсины. Они водорастворимы, им не нужно этого якоря и так далее. Но вот видите, в 99-й год с тех пор много узнали о функциях этого эндогенного модулятора, но его в руках, как белок, никто никогда не держал. Очень трудная экспрессия. Я хочу сказать, что мы давно работали с белком, который больше похож на этот белок, чем стандартный альфа-нейротоксин. Вот видите, наша работа 2001 года. Так называемый слабый токсин. Почему слабый? Открытые токсины этого плана были лет 40 назад. Но назвали их слабыми, потому что не могли найти, на что они действуют. Не могли найти их мишень. Мы выделили какой-то токсин. Первый раз мы нас заинтересовались осадком трептофана. Да, так что в них особенно? У них дополнительный десульфид не в центральной петле, как у бунгаротоксина, а в первой, на концевой петле. Это то же самое расположение десульфида, потому что в эндогенном регуляторе. Что еще сказать? В нашем институте есть замечательное дело. Это руководимое академиком Кирпичник. Они прекрасно могут экспрессировать в ЕКОЛе различные токсины. Мы с ними сотрудничали. Очень большой опыт. Поэтому это была очень трудная задача. Они смогли добиться экспрессии вот этого белка, линкса. Ну, естественно, без хвоста. И в лаборатории ЕМР была установлена его структура. Здесь показано. Здесь авторы предложили модель, основываясь на сходстве с альфа-губротоксином. Да, конечно, вы видите три петли. Но когда мы вышли на реальную структуру, она иная. Видите, размер петель другие. Она ведет себя по-другому. Ну, тут же, конечно, возник вопрос. А хорошо, вот эта модель, она может взаимодействовать с никотинным рецептором или нет. И вот оказалось, что да, может. Мы взяли мышечный рецептор, его модель, торпеда. Связывается альфа-губротоксин, а этот белок замечательно конкурировал с ним. Потом мы взяли клетки, в которых экспрессировался альфа-седьмой, никотиновый рецептор, с которыми тоже прекрасно связывается бунгаротоксин, а этот белок не конкурировал. Ну, как обидно, что получили белок, который, может быть, хорошая модель для взаимодействия с никотинными рецепторами, а для взаимодействия с нейрональными он уже не годится. К счастью, оказалось, что это не так, потому что мы различные типы, различные типы, подтипы рецепторов были экспрессированы в ацитах ксенопа. Скажем, здесь альфа-седьмой рецепт, здесь лучи видно здесь. Вот токи, а вот когда мы добавили наш белок, токи ингибируются. Вот еще один рецепт, тоже токи ингибируются. Здесь меньше, но тоже ингибируются. И что, вот очень я рад был вот этим нижним картинкам. Мы здесь видим, что мы увеличиваем концентрацию ацетилхолина, а ингибирование, разница между этими, становится более заметной. То есть, это что означает? Правильно, что этот белок не конкурировал с бунгаротоксином. Он не садится в классический участок связания. И это согласуется с данными электрофизиологии. Мы сейчас пытаемся установить этот дополнительный участок связанный, но это не очень просто. Вот. Но один результат этих исследований, даже пока мы не открыли, не установили аластерический участок, он очень важный. То есть, нейротоксин, попал к вам нейротоксин, все заблокировало, печальный случай. Этот находится в нашем организме. Почему тот нам вредит, а этот помогает нашим рецепторам? Мы, собственно, первые получили этот белок и показали первые, что, скажем, наш этот белок, эта модель линкса, активен при микромольных концентрациях, при достаточно больших. И еще, чтобы в этом нам помогли опыты по электрофизиологии, он быстро отмывается. Он сделал что-то и ушел. И ушел. А нейротоксины, вы видите, связаны при наномольных концентрациях и отмыть их чуть ли не за сутки не удается. Я считаю, что это вывод тоже промежуточный, но достаточно интересный. Значит, в заключение, скажем, мы пытаемся понять, что наиболее важно в работе вот этого линкса. Был проведен ряд мутаций, вот здесь указана публикация. Значит, даже вышли на какие-то положения, где мы слегка повысили активность этого белка, но эта работа еще продолжается. И, конечно, мы большие усилия приложим к тому, чтобы все-таки получить информацию, ну а где же вот этот участок связан, этих эндогенных легандов на нейрональных рецепторов. Здесь я хочу остановиться, поблагодарить вас за вопросы и поблагодарить будущую аудиторию за внимание. Спасибо большое. Вопрос еще последует. Хорошо. Наши следующие рубрики. Хорошо, я рад. В рубрике по скриптам, которая у нас традиционная, в нашей программе, я хочу просить вас прокомментировать новость одну, которая, на самом деле, новостью для вас, наверное, не является. Заранее нельзя сказать. Но на прошлой неделе она облетела все СМИ. Это работа вашего ближайшего коллеги, профессора Уткина, вместе с индийскими коллегами. Вы уже, наверное, понимаете. В речь идет о том, что они сделали вот такой вот, объединили, сделали такую комбинацию альфа-нейротоксин, кобры, вместе с наночастицами селенида-кадмия, флуоресцентные частицы. Пока это не опубликовано в научной печати, но уже есть результаты исследований, и это помогает отчерчивать... Мы говорили о том, что вы говорили о том, что нейротоксины есть во многих органах и тканях, в том числе опухолевые клетки отличаются огромным количеством рецепторов. Не нейротоксины, я сбила, о рецепторах речь. Да, конечно. Это огромное количество никотиновых рецепторов во всем организме и в этих самых, в опухолевых клетках, в частности, ну, как клеточный рак легких, по-моему, и рак молочной железы. Да, смол, сел. И вот проведены эксперименты, которые показали, что благодаря этому вот высочайшему сродству, как мы видели, в течение всей лекции, нейротоксинов с рецепторами никотиновыми, они прикрепляются, запускается эта комбинация, этот препарат искусственный, он запускается в кровоток, прикрепляется к опухоли, а благодаря тому, что наночастицы селенидокадмия, они при облучении ультрафиолетом начинают светиться, то зона поражения опухолевого, ракового поражения, она отчерчивается четко, и это помогает онкрохирургу. Вот такая вот работа. Это новость, но пока, может быть, вы не знаете, даже публикации нет в научном журнале. Но тем не менее, вопрос мой немножко в другом. Вы много лет, десятилетия, работаете в этой области нейротоксинов, вы видите, можете оценить адекватно временной горизонт. Как долго идет путь от, ну вот несколько всего примеров лекарств было, но каков приблизительно путь от открытия какого-то в области действия нейротоксинов и рецепторов до практического применения. Могу еще сузить вопрос. Вот у вас грант РНФ, да, по этим работам. Вот закончится грант, и что дальше? Вы получите, уже получили результаты. Вот сколько времени, каков шаг? И возвращаясь, самое начало моего введения, вот компания, которая вкладывает огромные деньги, да, в разработки, она, наверное, нельзя вкладывает, она знает, когда она получит. Это западная компания. А что у нас? Вот такой вот длинный вопрос, все в одном. Ну, в нем, как бы, было даже несколько вопросов. Когда мне сказали, слышали о какой-то новости, я думаю, последнее время был очень напряжен, может, я какие-то новости пропустил, но когда вы упомянули Уткина, мне стало легче немножко, так, вот, так что, я рад, что эти работы ведутся. Значит, просто хочу сказать, что Уткина я знаю давно, мы работаем с 74-го года вместе, он у меня защищал и кандидатскую, и докторскую, и сейчас у него, в рамках нашего отдела, у него своя лаборатория, но мы по каким-то вещам... Я же не случайно спросила. Нет, нет, это очень такой хороший вопрос, да, мне приятно отвечать на это. Он прекрасный химик, мы прекрасно сотрудничаем. Я видел этих индийских ученых, он приезжал, по-моему, летом к нам, читал лекции и так далее. Это замечательный контакт. И я думаю, что я отвечаю на первую часть вопроса, я уже как-то вам отвечу и постепенно завершающий передок. Значит, флуоресцентная производная токсина и здесь добавка наноструктур, то есть то, что их нужно довести до рецептора, и в каких-то случаях рецептор точно надо заблокировать, это было давно известно, и тот же, и у нас большой опыт, скажем, мы делали флуоресцентные производные, вот здесь абуминал. Но здесь флуоресцентные именно наночистки. Я понимаю, наночистки, но все равно токсин в ком. Скажем так, мы много работали со специальным образом меченными токсинами, здесь изменился вариант метки. Я на секунду отвлекусь, скажу, что флуоресцентные тоже еще не все израсходы. Недавно появилась работа из нашего института, это Саша Александрова Зелевская, Scientific Reports, где они сделали, по-моему, это был токсин скорпиона, и кусок конструкции, это флуоресцентный белок. И поэтому с этим новым инструментом они уже тоже получили новые пути модификации и выхода идентификации рецепторов. То есть это направление. Направление, правильно. И следующий шаг, если ты с теми или иными токсинами хорошо идентифицировал расположение рецепторов, которые нужно заблокировать, дальше должна прийти токсин с наноструктурой. Я очень этому рад. Я думаю, что это правильно. Вопрос, сколько времени должно пройти. То есть мы радуемся открытиям и достижениям? Конечно. Чтобы они не застыли на стадии публикации фундаментального знания. Понимаете, что есть еще одна? Здесь не просто публикация. Фактически значительная часть наших работ и почему мы уверенно их проводим, это сотрудничество с зарубежными лабораториями. А раньше это было сотрудничество и сейчас тоже с компаниями. И это не потому, что нам дали какое-то задание. Мы находим тех людей, которые сегодня могут сделать лучше то, что, может быть, мы сделаем позже. Другой пример. Работы до 13-го года, в которых была электрофизиология, они все делились гуру в этой области Дэнем Бертраном, с которым я давно познакомился. Последняя наша публикация электрофизиологии вся делается у нас. То есть мы какие-то вещи вышли, но если мы видим, что стоит задача и у нас будет время, мы рады обращаться. И опять же, люди решают те задачи, которые нам интересны. Я не могу не отвечать на ваши вопросы, через сколько времени будет лекарство, но по всем западным оценкам, все-таки это не меньше 10 лет. Реально это быстрее не будет. Дальше вы сказали, вот фирмы вкладывают, они думают, что они уверены, они получат деньги. Часто бывает не так. Вы посмотрите, сколько лекарств... А где он закладывает кашеники? Да. Сколько лекарств останавливается на третьей стадии на клинических испытаниях. Поэтому вот такие чрезмерно оптимистические предсказания я не берусь вам давать. Хорошо. А грантовая работа, она ведь очень важна, чтобы востребованы были результаты. То, что дали грант государственный, это прекрасно. Им действительно нужна эта работа? Ну, эту тему я не берусь детально обсуждать. Здесь разные могут причины, почему дали и почему не дали. Правда? Нет, ну дали, чтобы исследовали. Ну, конечно. Это хорошо. Значит, нельзя всю свою работу строить только на каком-то одном гранте. Ты когда ищешь гранты, мы это четко делаем, мы ищем, чтобы они... Ну, понимаем, что трудно получить грант, чтобы заниматься только тем, что ты делаешь сегодня. Но если ты видишь, это стыкуется, и фактически те гранты, которые мы имеем, скажем, гранты РФФИ, которые сейчас очень небольшие, грант Президиума и гранты РНФ, в общем, мы так остаемся в круге тех задач, то есть мы хотим и продолжаем решать и фундаментальные задачи, и понимаем, что мы стараемся к практике. Вот, скажем, то, что мы сейчас делаем, мы пытаемся работать... Все-таки трудно работать с полноразмерным токсином. Я не зря упомянул короткий пептид. Мы пытаемся в белках найти те фрагменты, которые будут обладать активностью, синтезировать их, немножко поменять форму, чтобы путь к лекарству хотя бы выглядел более реалистично. Спасибо большое, Виктор Иванович. Успехов Вам и спасибо за интереснейший рассказ. Ну, спасибо и Вам. Я очень рад был здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!